всем здравствуйте рада вас видеть на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад на тему как открыть двери к реализации своих мечт посмотрим почему они закрыты и что нужно делать чтобы они открылись и нужно ли позиции вы видите перед собой тайм-коды есть в описании к этому ролику также есть в описании к этому ролику ссылка моей услуги нажимаете на нее переходите и там написано стоимость ссылки на телеграм-канал мой да как можно со мной связаться и вся полезная информация и так надеюсь вы определились да те кто со мной уже давно знаю что можно поставить на паузу выбрать ну в принципе многие уже слушают абсолютно все позиции потому что сознают что важная информация не выбор то есть из каждой позиции можно взять что-то для себя полезное и важное я всегда говорю выбор это иллюзия но окей как говорится с людьми кто не совсем проработан сложно передавать какие-то темы в которые они просто не верят до тех пор пока человек во что-то не поверит для него слова будет сотрясание воздуха так убираем позиции номер один голубенький камешек ниже да надо поставить вот так будет видно и смотрим почему ваши двери сначала посмотрим закрыты так почему ваши двери закрыты аркан повешенного до двери действительно закрыты двери действительно закрыты причем двери закрыты с тем что связано с профессиональной сферы сферы либо зарабатыванием денег то есть сейчас на данном этапе я не вижу какого-то развития я вижу зависание причем двери здесь как это правильно сказать не то чтобы они закрыты а они могут быть и открыты вы в них не входите вы в них не ходите почему потому что сейчас находитесь вот в каком-то своем таком знаете состоянии когда вы не то чтобы погружены особо вглубь себя но здесь нету проблем с энергией нету каких-то проблем связанных с тем куда идти и что сделать просто ну не время вот я бы так сказал да не время вы это понимаете потому что здесь пока нету желания не то что его нет вообще а здесь пока этого желания нету а в чем причина в чем причина в каких-то идеях да то есть вы я я поняла смотрите здесь дело в каких-то идеях которые должны у вас родиться но то есть для того чтобы двигаться дальше вы понимаете что для развития надо что-то менять до в этой сфере нужно приносить какие-то новые идеи да то есть нужно как-то масштабироваться расширяться то есть что-то сделать по-другому а пока у вас нету таких идей и вы поддерживаете тот уровень на котором вы находитесь сейчас но при этом здесь как будто бы какой-то вот такой энергосберегательный режим вроде бы вы делаете то что вам то что вы обычно делаете вам это нравится да то есть на том уровне на котором вы привыкли но вы чувствуете интуитивно что придет скоро время когда повешенный перевернется и вам нужно будет тогда начитать какие-то действия но сейчас вот вы как будто бы я не знаю сохраняете как-то свою энергию накапливаете ее что-то вот в таком роде идет и потом когда вы дойдете до какой-то такой критический критического момента да да критическая какой-то точки когда перевернется повешенной и у вас появится идея у вас появится вот это вот искра импульс на дальнейшее движение то есть к вам к вам придет понимание да то есть какая-то информация поводу того куда вам дальше двигаться до что нужно менять потому что здесь есть ощущение того что я хочу что-то другое а что именно вы здесь хотите давайте посмотрим ну вот видите туз мечей да во первых я хочу какой-то свежей информации для себя да с другой стороны я хочу что-то здесь отсечь какой-то знаете поверхностности что ли смотрите если это касается профессиональной сферы что к чему я склоняюсь есть такое ощущение что вы как будто бы внутри себя ощущаете готовым человеком отдавать что-то этому миру то есть уже не быть как-то вы знаете для себя по верхам как-то вот свое удовольствие здесь уже зарождается вот какое-то такое предвкушение что ли предчувствие что нужно будет что-то сделать по-другому что-то более грандиозное масштабное и чтобы это имело отклика в больших сердцах людей то есть как-то вот больше для людей не для себя чтобы вот мне было в удовольствие в кайф а хочется уже как-то вы знаете быть полезным что ли если говорить простыми словами такое ощущение чтобы быть полезным я хочу что-то сделать такое вот хорошее приятное причем это должно быть не разово это должно быть систематически как-то и пока у вас этих идей нет поэтому я не могу сказать что у вас двери закрыты все что вам нужно сделать чтобы вот знаете вопрос как бы ускорить это неуместно почему потому что в жизни всему свое время опять же таки сказать как открыть двери к реализации они у вас не закрыты здесь здесь вот все должно пазлы должны сложиться в нужном времени и в нужном часе до в нужном месте то есть здесь вот просто еще не время причем здесь не мы не как будто бы сидим просто в пассивности ожидаем нет вы продолжаете делать то что вы делаете но вот такое ощущение что за мне показывает вот как время да то есть стрелки должны прийти в нужную позицию потому что здесь то что вы хотите она не имеет отношения только к вам то есть возможно здесь задействованы еще и какие-то другие люди и другие ситуации да вот то есть все должно сложиться и вот чтобы все сложилось так как нужно да надо времени только для вас в это возможно и готовы но нужно чтобы вот вот эти вот связи с людьми с временем с местом чтобы они тоже пришли в нужную позицию в нужное состояние в нужные вибрации а что вы здесь хотите давайте так посмотрю потому что слишком коротко получается что вы тут хотите император ну вот я говорю вы хотите как-то знаете расширять свои земли расширять свои земли четверка жезла до получать вот здесь вроде бы получать удовольствие но вы не получаете удовольствие только от себя здесь возможно есть удовольствие когда вы взаимодействуете с другими людьми то есть здесь не что-то такое индивидуальное да как вот восьмерки педагли где человек сам что-то сделай да вот какую-то услугу потом она отдает людям нет здесь вы как будто бы я не знаю если допустим это продажи то от самих продаж тоже получаете удовольствие от того что вы взаимодействуете с людьми то есть не только что вы продали продукт потому что вот с познакомились как-то поговорили что-то новое узнали то есть вот здесь немножко иной формат коммуникации идет как-то так это была первая позиция и она конкретно говорил о реализации мечт именно в профессиональной сфере так если не откликается значит просто смотрим другую позицию позиция номер два красненький камешек двоечки смотрим какие двери вам нужно открыть для реализации ваших мечт какие двери ваши двери открываются одновременно с тем когда вы закрываете как-то свое прошлое двери касательно выбора но вы сами видите до семерка мечей она не не говорит никогда о ясности о прозрачности понимания наоборот говорит о какой-то хитрости а вторичных выгодов которые есть причем смотрите две семерки до семерка кубков и семерка мечей ваши двери откроется тогда когда закроется что-то вашим прошлым и вы станете перед выборами здесь важно не обманывать себя и быть искренним и откровенным то есть как чего касается здесь ваши мечты король жезлов семерка пендакли и пятерка мечей здесь может не иметь отношение какому-то конкретному человеку ну то есть для кого-то да может быть имеет отношение к человеку такому знаете активному общительному яркому такого спортивного телосложения подвижному храброму вот для кого-то здесь вообще король жезлов отображает наше будущее непосредственно да то есть ваши мечты они связаны с будущим в этом будущем вы что-то ждете и в данном случае здесь по семерке педагли вы ожидаете результатов той деятельности до тех плодов которые возможно вы и сеяли в прошлом то есть вы как будто бы хотите результата но результата вы не получаете его очень сильно как-то злитесь на сами на себя либо на ситуацию что вот не складывается ситуация так как вам хотелось бы то есть вы не получаете того чего вы хотите на почему лесу фортуны потому что здесь проходите какой-то урок здесь проходите какой-то урок и этот урок он связан со сценарием сценариям здесь связано с вашим характером я бы так сказала с вашим отношением к вещам она такое достаточно детская то есть вы дайте дети как правило они хотят получать но у них нету понимания там например откуда берутся деньги для того чтобы им сделали подарки то есть они не задумывается от других вещах то есть они такой такой кухни и важен только исключительно результат если они этот результат не получают они очень сильно огорчается и переживает здесь вот примерно то же самое то есть вы не задаетесь вопросом в реализации реализации вашей мечты по поводу той кухни дать тем закулисьем что происходит почему почему дату здесь нету осознания почему происходит та или иная ситуация вы только видите что вы не получаете какой-то результат и начинаете но как-то злиться на себя да и предъявляете самому себе и вселенной какие-то претензии в чем причина чем причина отшельник причина заключается в том что вы дальше каких-то вот мыслительных процессов и планов да вы дальше не идете то есть пятерка педагли в данном случае до карта без духовности и кризиса она говорит о том что у человека есть очень много иллюзий причем не случайно она выпала у нас под семерку кубков до что тоже говорит о мечтаниях о фантазиях о представлениях об иллюзиях своего рода то есть здесь у человека как будто бы нету конкретики до черного четкого понимания как взаимодействовать с материей то есть это все находится на начальном уровне на уровне планирования на уровне сбора информации то есть очень много возможно как-то обдумывается и очень мало действует вот то что я и сказала то есть если делаете то делайте какую-то я не знаю допустим есть какая-то мечта и вы касательно этой мечты делаете только макет да то есть это делайте какой-то каркас а дальше чтобы как-то это вот пойти воплотить что-то сделать с кем-то договориться да то есть совершать конкретные действия вы не совершаете конкретные действия то есть здесь человек который как будто бы не доводит дело до конца да он даже не то чтобы до конца он до половины не доводит доводит как-то вот начало до загорелась я хочу и все такое а потом идет остановка этот ваш в этом есть ваш сценарий поэтому возможно вы не получаете того результата который вы хотите что вам нужно сделать нет по-другому спрошу да здесь у нас девятка жезлов идет то есть нужно отпустить до прошлое что что в этом прошлом есть тушку когда какие-то эмоции вот видите опять таки вот эта детскость то есть здесь общая такая позиция который человека которому просто нужно повзрослеть да то здесь нужно сменить подход к реализации ваших идей меч то есть нужно действительно воплощать в реальность то есть совершать какие-то действия возможно вы очень много действовать и но чисто виртуально там не знаю что-то представляете манифестируете воображаете медитируете одна физическом плане вы это не заземляете то есть причина в том что вы не заземляете свои эти мечты вы это можете посмотреть в своей бытовой жизни насколько вы то о чем вы думаете да вы сразу делаете ну например даже самое элементарное до прошло вам там приспичило пойти в туалет и вы будете теперь потому что вы заняты чем-то другим да то есть вы как будто бы себе говорите вот подожди им вот минуточку сейчас я вот это доделаю да и потом я пойду то есть вы мысли пришла и вы ее сразу не воплощаете либо там как-то захотела поесть причем что-то вкусненькое конкретное вот вы сидите думаете блин надо пойти надо это приготовить нет я возьму вот все что под рукой да все что вот так достаточно быстро до приготовить и вы пошли это сделали хотя изначально у вас желание было там я не знаю приготовить что-то вкусное во что нужно было вложиться но вы захотели получить результат достаточно быстро и поэтому отказались от своего желания то есть вот такие моменты под наблюдаете как часто вы реализуете то что приходит вам в голову я не говорю прям все мысли абсолютно да а именно какое-то конкретное желание например о хочу пойти прогуляться да ну хорошая погода мне нравится и но как часто вы сразу это делаете вот пришло в голову да и вы так встали оделись и пошли на прогулку даже здесь такое ощущение что вот что-то что-то вас останавливает есть вот это вот чувство какой-то лени да то есть но не очень-то и хочу как-то вот ну ладно я пойду я это себе как пунтик отметила я это обязательно сделаю либо захотели как-то отдохнуть либо захотели там не знаю сходить на массаж на какие-то уходы за собой да и вот вы говорите окей я это сделаю но возможно чуть позже то есть не сразу вот вот здесь вот это вот позиция она говорит что вы как будто бы откладываете реализацию своих желаний откладывайте свою жизнь немножечко на потом я не говорю о том что вы этого не делаете но чаще всего вы откладываете на потом это может быть например даже смотрите какую-то информацию дам в интернете вам что-то понравилось вы хотите это почитать но нам интересно еще и что-то другое вот его откладываете себе да и говорите как пометочка я потом это почитаю я потом это посмотрю это потом никогда не наступает здесь какая какие-то и вам говорится о том что нужно отпустить вот такую вот позицию в прошлом а какая будет самая идеальная позиция для вас для того чтобы двери открылись в реализацию ваших мечт нужно начать действовать видите только жезлов она уже говорит о первом результате который получает человек когда уже шагнул то есть он уже совершил какое-то действие да и он уже заслуживает уважения потому что невзирая на неуверенность которая у нас была в двойке жезлов в принятии какого-то решения когда были сомнения человек тортался на одном месте все никак не мог решиться все-таки он решился и тройка жезлов нам как раз и про это и говорит да то есть первый результат уже есть пускай он будет маленький но то что человек уже сделал выбор то что человек уже определился и не просто определился он сделал это шаг это уже говорит о многом то есть вот как говорится первый шаг для вас очень важен до сложен что еще поможет какая позиция позиция когда вы убираете какие-то неудачи на которые вы опирались в своем прошлом то здесь возможно вас останавливает еще череда каких-то неудач но эти неудачи они были связаны с тем что вы просто совершаете однотипные движения до которые вас не приводит ну то есть они уже изначально не рабочие вы их не меняете то есть при однотипном действие вы хотите каждый раз получать разные результаты но это нереально поэтому какая-то череда неудач она вас вводит вот это вот состояние пессимизма какого-то до что я не верю что не знаю то ли вы хотите как-то быстро да то ли с наименьшими какими-то затратами потому что рыцарь пентакли он говорит о том что человеку здесь нужно двигаться один шаг за раз на то есть рыцарь пентакли у него есть терпение он такой трудолюбивый он знает что он придет к своей цели медленно но он обязательно придет потому что он передвигает как говорится ногами он движется в этом направлении он не останавливается здесь вопрос времени но возможно вот это вот ваше разочарование происходит как раз таки в тот момент когда вы представляете что то что вы хотите возможно то что вы загадываете она слишком большое глобальное и на это нужно время для того чтобы анализовать потому что здесь вопрос времени он очень ярко прослеживается но у вас этого времени нет потому что нету терпения почему у вас нету терпения двойка кубков потому что нету в каких-то моментах касательно желания гармонии внутри себя баланса вы начинаете понимаете здесь фишка в чем вы что-то хотите еще расскажу ощущение того что вы загадываете действительно что-то такое большое масштабно ну то есть это не поход магазин за хлебом на это то к чему нужно прикладывать большое количество энергии для того чтобы она материализовалась так вот на это нужно время в нашем физическом плане на тонком плане это материализуется сразу но физика это не тонкий план это абсолютно разные вибрации и разные законы материализации так вот здесь вы когда начинаете ждать вы как будто бы теряете свою внутреннюю гармонию и начинаете сомневаться по поводу того что а правильно или я сделал выбор то есть допустим вы увидели не знаю какую-то одежду и она вам понравилась вы ее хотите купить чисто эмоционально и вы ее купили на каком-то сайте но вам говорят что для доставки нужна неделя вы горите окей вы оплатили и сидите ждете пошел один день 2 да вы уже хотите эту обновку надеть на себя но она все не приходит и не приходит пошло пять дней осталось там я не знаю два-три дня подождать вы начинаете сомневаться вы снова заходите на этот сайт смотрите на то что вы приобрели прикидываете насколько вам это подходит и поскольку вы вот все эти пять дней сколько вы ожидали вы были зациклены на свои собственные покупки здесь возникает такое ощущение что блин а может быть я как-то поторопилась то есть происходит постепенно постепенно выгорание и разочарование потому что есть ожидание и пока придет ваша покупка вы уже как будто бы перегорели вы уже на нее смотрите и думать о чем я ее купила но в принципе ну нормально там я знаю платье к платье либо кроссовки как кроссовки да ничего такого особенно чего я там ожидала то есть вы перегораете вы выходите из своего баланса потому что то что вы хотите имеет большую важность для вас значимости идет перекос энергетический до в сторону отклонения баланса либо в одну либо в другую и ровно столько сил сколько вы вкладывались в получение того что вы хотите да в этой важности ровно столько сил вам понадобится для того чтобы уравновесить вот эти вот силы поэтому у вас здесь происходит некое такое перегорание вы начинаете сомневаться в правильности и получается так что вот здесь это какой-то ваш паттерн поведения что либо вы сразу получаете то что вы хотите либо если вы не получаете сразу что вы хотите потом вы понимаете что оно и не больно то вам надо было потому что перегорели потому что как правило то что вы хотите она как-то эмоционально заряжена очень сильно допустим если на примерах покупка да то есть покупки делайте эмоционально не по важности а ну то есть не из состояния какого-то вот баланса и понимания своих потребностей а скорее всего а поскольку на здесь выпадал пашку когда такое достаточно в эмоциональном состоянии то есть это то чтобы закрыла какую-то мою эмоциональную дуру вот здесь про это и а с одной стороны с другой стороны у вас это слишком большое то что вы хотите до реализовать и поэтому иногда еще вселенная вам притормаживает чтобы как-то проверить а действительно вы хотите потому что детям как говорится спички не игрушка да то есть можно причинить себе зло и чаще всего вы отказываетесь и вселенной горит окей прекрасно ты сама отказалась то есть у тебя не было терпения ты перегорела сама отказалась ну значит так значит и не больно то нужно было а вам это нужно было вот не было вот этого вот момента терпения до золотой какой-то середины здесь вам нужно как подсказка научиться переключаться вот то что вы хотите да если вы ждете то есть не нужно сидеть и ожидать а нужно это время занять переключиться на что-то чтобы быть немаловажным для вас то есть по сути вот это вот переключение но как будто бы означает отказ в контексте того что я доверяю пространство и пускай она придет когда она придет то есть я всегда этому буду рад не придет тоже не буду рада то есть если да да если нет ну тоже хорошо да что я могу поделать такое какое-то достаточно нейтральное состояние и переключаться на что-то другое и пока вы будете включены во что-то другое вы будете этим наслаждаться да вы будете задействовать свои силы ресурсы в этом направлении глядите время прошло и вы получили уже то что вы хотели вы уже иногда можете даже забывать об этом что когда-то вы просили это и вам это дали просто вашем случае это вот какие-то такие уроки у вас идут на этот счет это была вторая позиция и красный камешек и мы с вами переходим к позиции номер 3 зелененькому камешку троечки как как вам открыть двери к реализации ваших мечт я сначала вот вам я хочу в чему-то посмотреть что вы хотите что вы тут хотите четверка пендаклей стабильности стабильности стабильно находиться вот в каком-то равновесие на балансе и чтобы это не вызывало у вас каких-то эмоций то есть знаете здесь человек который хочет ясность и определенность его чем больше вы держитесь вот за эту четверку пендаклей до ясности какой-то конкретика постоянство стабильность какой-то вот комфорт чем больше вы за это держитесь если вы сделаете анализ всей своей жизни вы заметите то за что вы держитесь у вас это как будто бы специально забирают вы уже настолько устали и разочаровались в том что вас лишает все время чего-то здесь появляется какая-то внутренняя уже злости и где-то какой-то бессознательный страх касательно того что вот все что я ценю все что для меня важно и значимо я это все время теряю и ваша жизнь на протяжении причем это не один раз и это не не закончится сейчас это будет продолжаться это вот как будто в один из уроков всей вашей жизни на то чтобы понимать что в этой жизни не может быть ничего важного и значимого до кроме вашей души но для кого-то вопрос творца до веры во что он верит все остальное но не может быть важным значимым даже если это близкие родные дети не важно что работа что вы любите потому что это все временно после физической смерти вы собой это не возьмете ничего и вот вам все время как будто бы жизнь показывает не привязываться то здесь вопрос привязки его чем больше вы стараетесь ухватиться за за то что для вас вот важно вот это вот какая-то стабильность чтобы она дала вам безопасность то есть вы не просто так хватаете да потому что вы там жадина вот либо просто боитесь а потому что вы хотите безопасности и вам показывает как раз таки что вот это вот безопасность она находится внутри тебя это не что-то во внешнем мире ничто не может вам дать безопасность ни деньги не дом не с в этот боже мой забыла слова по-русски ничто не может дать каких-то гарантий вам да она на то что вот будет так здесь вопрос не в удобстве да не то что вы хотите жить удобно а вы хотите жить ну как тут более спокойно а здесь получается так что вот вам все время приходится тревожиться за что-то вам все время приходится волноваться за что-то и вот здесь вот этот вот урок как философия до всей вашей жизни не привязывайся ни к чему не говорит о том что нужно обесценивать а здесь нужно здесь какой-то такой знаете мудрый мудрый подход к жизни когда вы поймете здесь нужно все время как-то отпускать у вас есть какой-то такой знаете незримый диалог с пространством и вы каждый раз перетягиваете то вы это пространство на себя одеяло говорите нет это мое я хочу и как только такое ощущение что вот пространство она как будто бы на страже стоит именно вашем случае как только вы что-то хотите говорите да я это хочу я очень хочу это у вас это сразу забирает вам не дают вы начинаете как-то бороться сражаться за это да и чем больше вы ну вот как-то выбрасываете свою энергию на эту борьбу и сражение да тем больше вы опустошаетесь отсюда у вас идет вот это разочарование что почему так почему именно в моей жизни вот кому-то дается легко а мне не дается потому что ваше отношение к тому что вы хотите она нелегкая то есть здесь вопрос именно ценностей ваша мудрость должна заключаться и анализ в том что для вас является ценным но и одновременно она не должно быть ну слишком важным как мы говорим не сотвори себе кумира то есть вы что-то хотите но это не должно быть гипер то есть здесь вот это вот гипер не должно быть да вы можете хотеть вам никто не запрещает и у вас никто это не будет отбирать но когда это становится гипер значимым чрезмерно вот тогда начинаются какие-то уроки происходить вашей жизни да какая-то такая мистика и вы уже интуитивно это понимаете чувствуете что блин вот опять потеряю ну то есть вы уже это чувствуете как будто бы программируете да в свою реальность на это то есть по сути то что вы здесь хотите да это имеет отношение именно к четверке пентаклей что-то вы здесь хотите удержать данном случае удержать и именно как внутреннее ваше равновесие да как баланс что вы хотите удержать вы как будто вы держите здесь за какую-то гармонию которые словили вот я говорю здесь вот это вот беседа как раз таки диалог с пространством постоянно у вас есть постоянно он активирован вот ваши башни на которые говорили что это будет это будет разрушаться потому что понимаете при каждом разрушении вы что-то новое узнаете о себе потому что вы начинаете действовать для того чтобы вернуть этот баланс да то есть вас что-то забирает вы это опять хотите вернуть вот каждый раз когда вы хотите что-то вернуть и начинаете действовать и вот в этих действиях вы узнаете как будто бы я не знаю свой потенциал свои возможности насколько у вас сильна воля насколько вы как-то вот вы себя на прочность проект проверяете да какие-то вот свои силы проверяете то есть вы знаете разрушают и для того чтобы показать ну смотри вот первый раз ты построил в песочнице этот куличик да и ты прикладывал очень много усилий потом кто-то пришел наступил до другой ребенок на этот куличик и он лоп и развалился что вы делаете да вы начинаете переживать потому что вы вкладывали усилия вам больно вам неприятно вас обидели потому что разрушили то что для вас было важно и значимо вам вселенной говорит окей вселенной данном случае виде мама давай мы построим еще один и вы уже имея навык построения первого домика в затрагивается ну вкладывайте намного меньше усилий прикладывайте намного меньше усилий десятый раз когда вам уже этот домик либо это куличик да и из песка поломает вы уже плюете сказать ладно я сейчас два счета воп-оп створил там заполнил ведерочка песочка перевернул всего готово даже еще и приукрасили в первый раз вам голову бы не пришло да то есть вы много сил тратили на то чтобы это куличик построить а уже на 10 раз вы его не просто построили вы еще туда украсили камешком да еще каким-нибудь листиком и цветочком то есть вы начинаете совершенствовать вот вот здесь вот это по и вам бесконечно показывает что от вашем случае вы хотите стабильность вы хотите постоянство вам нужно движение чем больше вы хотите постоянство тем больше вас будут разрушать больше вам будет показывать что ну это не твое да с одной стороны это не твое а не твоим вот контексте стабильности что жизнь это движение да надо постоянно что-то менять а вы самостоятельно не хотите менять поэтому вмешивается высшие силы в виде башни которые говорят о том что надо разрушить это не работает то есть какое-то время работал сейчас это не работает так но все же какие как открыть двери к реализации вот своей мечты но давайте по-другому спрошу нужна ли вам эта мечта вот нужна ли вам эта стабильность это будет давать вам спокойствие видите рыцарь куклов он говорит о душевном состоянии то есть это вам будет нравится это будет вас как-то наполнять эмоционально но опять же таки это не король кубков да то есть это опять же таки не даст полного удовлетворения да как-то частично закроет ваши дыры но опять же таки вас не будет удовлетворять что будет вас удовлетворять вот прямо на сто процентов ваша сила то есть когда вы будете понимать то есть человек который понимает себя то есть человек который преодолевает причем знаете вы будете получать удовлетворение каждый раз когда будете сами себя преодолевать да когда вот это вот вашего внутреннего зверя вы сможете победить вы сможете как-то не то чтобы укротить а здесь знаете вы получаете какое-то внутреннее душевное удовлетворение когда у вас что-то получается вы идете в те страхи вы идете страхи вы идете в те разрушения до которые здесь есть по башне и вы прям действительно получится намного больше удовлетворения не порытили кубков она много больше потому что я смогла я это преодолела понимаете здесь вот это вот в этом фишка когда вы что-то преодолеваете в себе преодолеваете в себе когда есть башни во что-то забрали и вы понимаете что допустим забрали работу надо идти заново искать а мне страшно мне страшно общаться мне страшно снова проходить собеседование мне страшно искать эту работу потому что это дикий стресс но когда вы преодолеваете а вы пошли все-таки на какой-то себе седами вас пригласили вас взяли на работу вас получается внутреннее удовлетворение видите блин какая я молодец либо какой я молодец вот классно я все равно справилась мне было страшно я смогла и вот вы таким тем самым понимаете на что вы способны насколько больше вы способны потому что по четверке педагли у вас есть ограничение вы себя во многом ограничиваете и поэтому здесь вам приносит удовольствие вот ощущение этой силы внутренней силы я справилась то есть когда блок который есть внутри вас виде какого-то страха виде какого-то зажима он растворяется под действием энергию который вы туда вкладывается направляете то вот этот блок который состоит из вашей же энергии он распределяется по всему вашему телу и вы чувствуете вот это вот оргазмическое удовлетворение от самого себя и вот подъем сила которые мы говорим это силы не из вне взятая это силы которые находились в том блоке они были в зажатом состоянии а тут они распределились по всему телу и вы чувствуете вот как разливается даже саму слога разливается энергия по всему вашему телу и вы чувствуете этот прилив это энергия которая была заблокирована и каждый раз когда вы преодолеваете вот этого вот своего внутреннего льва вы будете так себя ощущать вот это будет вас наполнять это как будто бы здесь идет ваш урок поэтому вопрос не в том как открыть двери к реализации своих мечт а вопрос в том что вы все время по аркану силы должны как-то себя двигать должны преодолевать что-то должны наоборот выходить из своей зоны комфорта но мы мы все люди и нам не хочется этого делать то есть стресс он не совсем приятен нам скорее всего вообще неприятен но в данном случае вот как будто бы без этого стресса вы не будете двигаться дальше как открыть двери к реализации понять осознать вот это вот эти стратегию что у вас приведет десятки пентаклей да причем смотрите мы начинали с четверки и я начала рассказывать вам про преодоление и если вы это услышали то в таком случае вас приведет не четверки которые вы хотели к стабильности а вас приведет к стабильности к настоящей десятки пентаклей нет четверки от десятки то есть действительно то что для вас будет ценно важно и значимо достаточно только проанализировать свою модель поведения и вы придете к тому что вы хотите и к деньгам и для кого важна семья для кого важны ценности а для кого важен фундамент вот такая была третья позиция немножко не совсем о том что вы хотели а в контексте запросы но как я говорю неоднократно я не знаю как получается у коллег отвечать конкретно на те вопросы но скорее всего это связано наверное с тем как я читаю интерпретирую карты потому что мне показывают карты то что то что скрыто то есть не всегда бывает тот вопрос которым приходят люди он актуальный то есть возможно решение этого вопроса до корень он заложен в чем-то другом и разобравшись вот в этом корне вы получаете как следствие то что вы хотите то есть это не первично то второстепенно первично вот разобраться вот в том что было скрыто поэтому скорее всего так мне карты и показывают такой мне был для вас сегодня расклад благодарю вас за комментарии за вашу активность на канале хочу пожелать всем отличной недели сегодня у нас значит 17 число до 17 июля 17 это как звезды на это движение к своему идеалу вот и семерка тоже говорит про активность про движение интересный день дважды 7 14 и 1 15 да то есть 15 аркан дьявола искушение да хочу я хочу это получить наверное расклад не случайно выше все прощаюсь с вами всем пока пока пока